Итак, всем привет, с вами ZergTV. Сегодня второй день после выхода нового обновления, точнее изменения интерфейса. Теперь он является интерфейсом версии 3.0. В втором StarCraft, пока что еще в Ходс, и точно такой же интерфейс сейчас находится в LEGO Sills Void. Мы решили сделать небольшой поверхностный обзор этого, скажем так, нововведения от Blizzard. Ну и быстренько сейчас разберемся, что же в нем нового и что хорошо, что плохо. Собственно, не забудьте оставлять свои комментарии под этим видео на YouTube-канале на моем, и если вам есть что написать, вы можете это смело сделать там, где вы захотите. Итак, приступим. Интерфейс прикольный, классный, красивый, реально. Сделали очень приятную графику, причем я зашел почему-то не на тот регион, и, наверное, имеет смысл сейчас просто его быстренько поменять. Да. Быстренько поменять. Все. Графон в меню реально классный, красивый, то есть в самом начале вы видите вступление очень эпичное. Это новый экран загрузки нового интерфейса. Близзарды решили немножко шокировать. Правда, вот эти мелькания, которые происходят, это, видимо, какой-то своеобразный баг, который то появляется, то исчезает. Если я сегодня запущу старик еще пару раз, возможно, он пропадет. На самом деле, это очень сильно слепит, и я, наверное, сейчас поменяю его на другой. Также добавился интерфейс космические облака. Ну, вот такие, более приятные для глаза. Да, эпилептики, наверное, сейчас просто в шоке. Итак, раздел... Самое главное вообще, что мы видим на экране. Это та же самая менюшка StarCraft 2 Heart of the Swarm. Это немножко измененные чаты, про которые мы поговорим чуть позже. И панелька о том, что скоро выйдет Legacy of the Void. То самое долгожданное, третье, последнее дополнение во втором StarCraft. Можно перейти к кампании, можно поиграть в пролог первой миссии. И сейчас я покажу вам, как это сделать. Вы нажимаете кнопку кампании, выбираете себе Wings of Liberty, HOTS, если он у вас куплен. Напомню, что для игры сейчас в любой из аддонов не надо покупать предыдущие версии. То есть для Legacy of the Void нужен только Legacy of the Void. Для HOTS только HOTS, а для Wings of Liberty, понятное дело, только Wings of Liberty. Первая, вторая, третья кампания. 2010 год, 2013, точнее, лето, июнь, или июль, я уже забыл, 2010. 2010, март 2013 и ноябрь 2015. Ха, все запомнил. Ну, в общем, интерфейс довольно-таки похож на первый StarCraft, как вы, наверное, помните, кто играл в Брудвар. Если вам сейчас за 30, то, скорее всего, вы играли. Если вам меньше 20, то вряд ли вы играли в Брудвар. Хотя, всякое возможно. В общем, в Legacy of the Void можно, как я уже сказал, посмотреть, поиграть первые три миссии пролога этой кампании, довольно неплохие. У меня на ютубе, в полисте StarCraft 2, есть записи прохождения этих миссий. И как раз я еще раз порекламирую тот оригинальный способ, которым я прошел третью миссию. Наверное, никто. The World. Также можно купить, если вы не знаете, где это можно сделать, на сайте Blizzoff, издания Legacy of the Void. Вы можете купить его у моего партнера G2A, в баннере, который часто скроллится в правом нижнем углу на этой картинке. Со скидкой, с промокодом ZergTV. Ну и купить себе либо электронное издание Deluxe, либо обычное. Наверное, вы спросите, куда делись испытания, которые были в Wings of Liberty раньше. Они как раз засунули их туда, где находится компания Wings of Liberty. Вот эта кнопка испытания. Наверное, стоит это сделать вот так вот. А вот это сделать как-нибудь вот так вот. Да, так будет, наверное, правильнее. По поводу компании, вроде как всё. Раздел «Сетевая игра». Естественно, очень сильно переработан. Все менюшки, которые были раньше огромные, они решили сделать маленькие. Сверху в две горизонтальные линии. В принципе, это удобно. Больше свободного места на экране, больше графона, очень красивые планеты, больше прозрачности, что самое главное. Раньше вообще прозрачности не было. Не, наверное, захват меняется часто. Я про это часто забываю. Да, это автозахваты в моём АБСе. Вот. Обучение. Всем новичкам я, конечно же, советую его пройти. Оно поможет вам не быть дном, раком и так далее. Полезная штука для тех, кто только осваивает для себя этот жанр. Раздел «Против ИИ» добавили также сюда. У меня даже нет максимального рейтинга, надо это исправить. Безрейтинговые матчи доступны, как и раньше. Рейтинговые матчи доступны там же. Но в силу того, что обновление выкатили очень быстро, хотя и разрабатывали очень-очень долго, уже полгода, наверное, этому интерфейсу, может быть, чуть меньше, оно очень сильно лагает. Ужасно. У многих даже в начальном меню 30-40 фпс в игре и того меньше. Близзы решили убрать режим FFA отсюда. Вообще убрать. Абсолютно. В него можно как бы поиграть, если ты создашь свою игру, но официального такого режима от Близзов как бы и нет. То есть, если ты соберешь друзей, играй, пожалуйста. С рандомными людьми ты не сможешь поиграть в FFA. По крайней мере, я не нашел, куда засунули эту кнопку. Вроде даже на каком-то форуме читал, что ачивки за FFA дали всем бесплатно. Хотя надо будет проверить потом. Меню отбора карт в первый день очень сильно лагало и запускалось с большим трудом. Из-за чего тоже было много бомбежки. Оно стало более таким насыщенным, контрастным. Ярким. То есть, хорошо видно мини-карту. При перемотке реплеев сейчас очень низкая скорость. Очень низкий FPS. Очень сильно лагает из-за этого сама игра. Даже на моем компе без стрима. Мой только системник стоит под 100к. К сожалению, перематывать реплей даже на 4-й скорости я себе позволить не могу. Очень дико лагает. Раздел «Своя игра» засунули тоже сюда. Отсюда можно добавлять карты различные. Востребованные карты Blizzard, высокооцененные. По-моему, здесь где-то была галочка «Рейтинговые матчи». Мне сказали, где-то надо поставить, чтобы найти рейтинговые игры. Я так и не понял, где эта галочка. Ну, в общем, это не особо важно. Скриншоты мап. Очень красивые, удобные. Вот такие скриншоты хорошие. Чё ещё? Обзоры. Это всё ясно. Игротека. Её тоже немного переделали. Поисковик, в принципе, в игротеке работает. Допустим, если мы найдём какой-нибудь микротурнамент. В принципе, всё находится довольно быстро. Скриншоты дополнительные. Реклама разных кастомок. О, прикольная штука. Ну, в общем, любители игротеки знают, куда им пойти. Можно смотреть карты, можно участвовать в уже созданных. Их здесь, как правило, много. На данный момент есть небольшая проблема с повторами. Дело в том, что Близзы, выкатив это обновление, наверное, забыли о том, что помимо людей, которые играют сейчас, есть люди, которые хотят смотреть репои и вообще учиться по репоям. Они просто автоматически с этим обновлением заблокировали доступ к любым старым репоям за последние пять лет. То есть ни один репои посмотреть сейчас невозможно в Старкрафте. Скорее всего, это исправят. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Потому что у меня есть огромный архив репоев по Ходсу, например, за последние три года. Там порядка десяти тысяч репоев со всех профессиональных турниров. И двадцать пять тысяч репоев за Винксов Либерти. И ни один из них я не могу посмотреть. У меня больше всего бомбануло именно от этого. Вот. Карты от Близзард... А, сейчас. Сетевая игра. Своя игра. Карты Близзард. А, вот, рейтинговые карты. Есть отдельная галочка по поводу рейтинговых карт в формате... Причем они все здесь вместе. То есть и один на один, и два на два, и три на три, и четыре на четыре. Это очень странно. Нет разделения. Скорее всего, это исправят. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. А, теперь, самое интересное. Кульминация сегодняшней трансляции. Самое важное и сочное, что только могли сделать Близзы, это шикарный чат, в котором можно общаться. Ну, давайте, наверное, обо всем поподробнее. Во-первых, теперь его нельзя двигать мышкой, как раньше. Перемещать, допустим, сюда, направо, налево, и так далее. Его нельзя, как бы, просто закрыть. Его можно свернуть. То есть, если ты не нажимаешь вот эту кнопку, ты можешь отвести мышку в сторону, и чат сам убирается. Очень плавненько и красиво. В принципе, хорошо. Дизайн чата отличный. О, пишет мне Desk. Приятный. В стиле интерфейса. Все красиво, все хорошо. Я тоже думал, что вот эта кнопка позволит мне открепить, как бы, эту штуку и перетащить куда-то влево. Да нет, нифига, нельзя. Дело в том, что они взяли этот чат из Heroes of the Storm, который сделал человек, которого мы... Имя которого мы никогда не узнаем. И вот эта стрелочка позволяет его развернуть. Причем не до самого верха, а бывает такое, что на канале очень много народу, и нужно растянуть чат до самого потолка, скажем так, своего монитора. И это сделать тоже нельзя. Давайте, наверное, уберу рекламу. Вот. Своих партнеров, любимых. Самое сложное. Как зайти на канал чата, если ты, допустим, раньше на нем сидел. Например, у нас есть канал чата ZergTV. Не сообщество, а именно канал чата. Раньше это можно было справа от Сисик Керриган написать в определенном менюшке, в определенном поле, и зайти на канал с помощью одной кнопки. Теперь же, чтобы это сделать, нужно написать слэш помощь и спросить Старкрафт о том, как же это сделать, как зайти вообще на канал. Нам предлагают ввести на английском языке команду join, leave, list, who и так далее. Но дело в том, что про русских, видимо, все забыли. И если написать join, например, скажем, там, JSL, на канал ты не зайдешь. Тебе говорят, неверная команда, простите. Оказывается, что нужно нажать слэш и написать войти. И мы заходим на канал JSL. Мы вошли на канал JSL. Причем после того, как ты вводишь эту команду, тебе автоматически не открывается окошко с этим каналом. Ты должен нажать на кнопочку весь чат и выбрать канал, на который ты хочешь зайти. Ну, типа, не выходя из дома, как говорится. Вот я на нем сижу, я на нем пишу. И через чаты можно делать это вот таким образом. Рядом есть кнопка, которая отображает список канала ZergTV. Не понимаю вообще, к чему это, потому что вот здесь должен быть список людей на канале JSL, что довольно очевидно. Есть еще, говорят, команда join channel, допустим, 1, 2, 3. А, join channel работает. Дело в том, что в разделе помощь команды join channel нету. Если вы хотите выйти с канала, вы также нажимаете слэш, пишите «выйти» и название канала, например, JSL. То же самое я рекомендую вам сделать с общим чатом, в котором сидят довольно странные люди, по крайней мере. Из тех, которых я успел там увидеть. Дальше. Что еще можно сделать? Если тебе пишут в личку, например, допустим. Ну-ка, напишите мне в личку кто-нибудь. Что? Что? Для начала чата нужно зайти на канал чата, наберите join. Чего? Через кнопку tab можно переключаться между вот этими сообщениями, которые вот здесь вылезают. То есть это канал ZergTV, канал 1, 2, 3 и личка. Причем канал не помечается каким-то отдельным цветом, символом или что-то такое. И как бы пес его знает, что такое 1, 2, 3. Может, это вообще никнейм человека. Ну, то есть ты не можешь это все в голове держать, если ты активный пользователь интерфейса StarCraft. Через Battle.net же можно с друзьями общаться еще и через другие игры. Например, допустим, те, кто сидят в меню, кто-то играет в Hearthstone. Пишешь там, допустим, кому-нибудь. Чувак, забей на своего, в голову в StarCraft. Ну, вот, допустим. Я пишу, скажем, привет Вуду. Он мне, скорее всего, скоро ответит. Но чтобы ему ответить, нужно очень сильно упороться. Он мне написал, допустим, добрый. Я пишу ему в личку, скажем, тоже привет. После чего перехожу, скажем, на канал ZergTV. Начинаю общаться здесь. И теперь, с момента того, пока я не нажму вот на эту кнопку, я никогда в жизни не увижу и не узнаю... А, блин, опять захват поменялся. Простите, пожалуйста, ребят. Простите, простите, я рак. Если я пишу кому-то в личку. Вот, например, человеку с ником Добрый. Пишу ему. После этого я захотел пойти на канал ZergTV и написать, пацаны, гоу я создал, например. И теперь, пока я не нажму на вот эту кнопку, я никогда в жизни не узнаю, ответил мне товарищ Буду или Добрый или не ответил. Я этого просто не увижу. Если они мне напишут, Добрый или кто-нибудь, напишите мне в личку еще раз, сообщение может появиться здесь. И вспоминай потом, где это сообщение вообще, откуда оно тебе пришло и от кого. Это вообще полный хаос. К сожалению, еще уменьшили размер иконок игроков, уменьшили шрифт, сделали его более тонким и маленьким. Теперь надо приглядываться и разглядывать вообще, что за рамка у игрока. Если раньше это было довольно понятно, она была довольно жирной, то... А, моргает восклицательный знак об уведомлении. Да, ну вот и сиди вот так вот, переключайся между каждым окном. Это очень неудобно. На это тратится очень много времени, на самом деле. Короче, иконки теперь стали более маленькие и тонкие. Отличить иконку, скажем, бронзы от золота довольно тяжко, честно скажу. То есть надо реально приглядываться к монитору. Если вы сидите на расстоянии больше метра от Моника, вы вряд ли увидите лигу человека. Вот. Если человек без лиги, это тоже очень тяжело. Очень и очень тяжело. Не знаю, в чем прикол таких шрифтов. Никнеймы стали отображаться с клон-тегами. Какое-то время они, помню, отображались, потом их убрали, потом опять вернули. Короче, ничего не ясно. Вот мне пишет Вуду, пишет «Как дела?», пишет «Добрый». Допустим, я хочу ответить Вуду. Как Вов. Мигают уведомления о том, что кто-то входит, хочет добавить меня в друзья. Я их, естественно, отменяю, потому что мне это не нужно. И еще самая главная проблема. Часто в этом канале всплывают уведомления о том, что кто-то в сети. То есть человек входит в сеть. Какой-то игрок заходит в Старкрафт, заходит в игру, и постоянно выскакивает эта надпись, кликабельная причем, допустим, пригласить в группу. Можно случайно мискликнуть и пригласить человека в группу. Допустим, мне это неудобно как стримеру. Я могу случайно игрока какого-нибудь пригласить, а мне это, допустим, сейчас необходимо. То есть я его буду отвлекать и так далее. Лично мне это неудобно, как стримеру. Дальше. Говорит Лук. Вот. Сообщения в чате у всех абсолютно одного цвета. То есть мои сообщения с сообщениями другого человека не различаются цветом. Очень тяжело читать, особенно если все будут писать в чате. Пацаны на канале ZerkTV, напишите просто что-нибудь, пообщайтесь друг с другом. И мы на это посмотрим. То есть все в одних тонах. Допустим, в том же ВКонтакте, Фейсбуке, ну там практически везде, где только можно придумать, цвета хотя бы немножко отличаются оттенком. Ну, это так реально удобней. Вот. Все одного цвета сплошняком, то есть как есть. То есть мышкой еще, кстати, можно наводить, допустим, между вот кликабельностью канала и между кликабельностью клана. То есть можно написать... Вот, допустим, вот сейчас вот на канале, если я навожу мышку вот на единичку, можно написать в личку рою. То есть надо еще умудряться думать, куда именно кликать. На канал или не на канал. Кнопка ТАП мне не очень нравится, если честно. Дальше. Интерфейс друзей. В принципе, все здорово. Сделали вот эти функции сворачиваемые. Хотя я не помню, может, они и были. Друзья в батлнете. Друзья в сети. А, да, их разделили, все правильно. И друзья не в сети. Раньше был просто один сплошной список. Офигенно клевая, полезная вещь. Теперь, по-моему, на канале может сидеть, насколько я помню, не 100 человек, а 200. Возможно, в кланах количество людей тоже изменилось. Надо это, кстати, проверить. Допустим. Пойти в чат. А, нет, я зашел в чат. Fire. Так, открыть панель информации. О, кстати, изменили панель информации немного для кланов. Участники, поиск, покинуть. Так, дальше. Добавление друга сделали, ну, тоже довольно очевидным, как и раньше, ничего не изменили. Так, друзья, создать настройки. Ну, и, наверное, два слова про настройки. Хотя, сейчас у меня есть список. Попробую прочесть быстро. В связи с этим обновлением в старкафте очень сильно упало FPS, то есть количество кадров в секунду. Очень тяжело играть в старик сейчас в 2 на 2 или в какие-то другие режимы. К сожалению. К большому-большому сожалению. В 1 на 1 тоже просадки FPS на очень многих компьютерах. Хотя есть те, у кого все нормально. Что очень странно. А, если ты добавляешь игрока в группу и хочешь поиграть с ним 2 на 2, появляется еще один дополнительный чат. Это называется Лобби. И в него тоже можно зайти. Причем там почему-то какие-то оранжевые сообщения очень яркие. Я сейчас не буду никого в группу, наверное, добавлять. Не особо это имеет значение. Но дело в том, что пропал общий чатик для всех, кто сидит в игре. Допустим, перед турнирным матчем каким-нибудь. Как вернуть чат на Google Game? Нажми F5. Самая главная проблема это повторы, лаги в игре и новый не очень удобный чат, который Близзы считают реально хорошим. Не знаю, в чем смысл, но вот решили они такой чат выкатить. Так, а, еще менюшку с твоим никнеймом перенесли в раздел, точнее слева-снизу, вправо-вверх. И если ты добавляешь игроков в группу, то там иконки идут как бы сортировкой такой лесенкой. То есть большая, маленькая, маленькая, маленькая иконка. Ну, рейтинг остался, как и рейтинг. Рейтинг и в Африке рейтинг. В зависимости от выбора расы меняется 3D-анимация. Некоторые даже на стримах спрашивают, как сделать гидролизкое. Просто поменять расу. А за рандом кубик, как в портале. Очень красивый, кстати. Близзы вот в этом плане постарались. С графикой у них никогда проблем не было. С мувиками, видяшками. Так, здесь вроде все понятно. Что я хотел сделать последнее? Это хотел показать. Турниры, своя игра, игротека, бисус, компания. В общем, оставляйте свои пожелания в комментариях к этому видео на ютубе. Как вам этот данный интерфейс? Есть ли у вас проблемы с лагами? Напомню, что это видео было записано 8 октября 2015 года. На второй день после выхода апдейта. Да, абсолютно весь интерфейс с Лизом взят из Лего Силзавойда и смешан с Heroes of the Storm. Как вступить в клан? Нажимаешь найти, нажимаешь поиск, выбираешь, допустим, там, допустим, ГГЗерк, например. Вот, смотришь раздел участников. 99 участников, максимум 100, если не 200. И все. Спасибо за внимание. Это было просто поверхностное мнение и впечатление о новом интерфейсе. Хотя, кстати, еще я... О, я вспомнил, что я забыл. Режим настроек. В настройках много здесь, вблизи, перелопатили, перенастроили, но, в принципе, ничего страшного. Кроме того, что в разделе «Игра» убрали много ненужных галочек и оставили вот такое количество. Не забудьте, кстати, при первом запуске поменять графику на ту, которой вы пользуетесь. Потому что по дефолту при запуске игры у вас, по-моему, будет поставлена ультра. Из-за чего вы очень сильно удивитесь. Когда зайдете в игру, увидите маленькие фпс и большое количество проблем. Ну, всем приятной игры, хорошего ладера. Записывайтесь на уроки по Старкрафту. И с вами был ZRTV. Спасибо для записи. Старкрафт жив. Ждем Legacy of the White.